Добрый вечер, дорогие друзья! Пожалуйста, кто у нас вообще впервые или все вы пришли со вчерашнего дня? Почему спрашиваю? Потому что вынужден делать довольно часто рассылку, потому что, например, за эти сутки добавилось еще больше 300 человек в список. И, скорее всего, вы вчерашний день пропустили, я думаю. Поэтому много новых людей. Значит, для тех, кто вчера был, ну что я могу сказать? Наши ожидания полностью оправдались. То есть люди действительно вчера оценили великолепное предложение, которое сделала Лена Баймут по своим курсам. Очень-очень много было желающих приобрести эти курсы. Многие оформили заказы, кто-то не успел, кто-то успел. Ну, в общем-то, я рад, что вы по достоинству оценили вот этого человека, которого удалось нам позвать на наше мероприятие. Значит, предвидя ваши вопросы, куда деваются записи после того, как они проходят? Вот куда мы их деваем из этой комнаты? Вот здесь, вверху, над нами, есть ссылочки. Если вы на эти ссылочки нажмете, вы попадете на страничку, где те, кто не зарегистрировался, почему-то до сих пор зарегистрируетесь в форме, чтобы получать рассылку. Те, кто зарегистрировался, вы можете там найти возле спикера, который выступил, ссылку на его выступление, на его мастер-класс. То есть то, что он продавал, то, что он предложил вам. Можете туда пройти и нажать. По поводу акции, когда она заканчивается, я ее вчера объявлял на сутки. То есть те, кто еще не в курсе, можно сейчас прямо пойти и заказать курс, который по очень выгодной цене получился. То есть при оплате одного курса вы получаете целых четыре. Поэтому это крайне выгодное предложение от одного из ведущих авторов монофилтинга в Рунете. Поэтому это предложение отключится в 8 вечера, то есть через час. Если вам это вдруг нужно, пожалуйста, пройдите и кликните. У вас еще есть такая возможность. Вот. Значит, по поводу вчерашних еще заказов и так далее. Все, кто писал, я так посмотрел, в общем-то проблем никаких не возникло. То есть мы сегодня очень много обработали заказов. Ну, наверное, практически все. Если вдруг почему-то вы оплатили, но вам заказ еще не пришел, вы об этом написали, но не получили ответа, пожалуйста, продублируйте свое письмо. Напишите еще раз на адрес, который вы видите вот слева от видео под баннером, под зайчиком. Там есть e-mail, вот туда нужно написать. Так, очень плохо видно. Напишите, как вы нас видите, как вы нас слышите, потому что я вот нас вижу великолепно. Ну, вот. И такой еще момент, значит, те, кто плохо видит, под видео есть шестереночка, нажмите на нее, выберите HD или 720 или максимальную циферку, которую вам там предложат. Но потому что, мне кажется, сегодня вроде бы у нас все идеально. Да, хорошо. Отличный звук, картинка. Все, спасибо большое. Вчера, потому что были глюки с интернетом, в конце трансляции очень серьезные. И поэтому скорость вот немножко не смогла нам хорошую картиночку дать. Все. Но я спокоен. Спокоен. Ну, все, спасибо. Значит, если еще скажу, если у кого-то зависает звук изображения и так далее, пожалуйста, обновите свою страничку. То есть, ничего не потеряется, вас из комнаты не выпьет, вы снова зайдете, нажмете play video и будете все видеть и слышать. Тогда все отлично. Где найти акцию? Вот надо мной. Вы можете кликнуть на ссылочку и вы туда попадете, найдете. Очень приятно, что нас смотрят и слушают люди на других языках, из других стран. Но, к сожалению, этот фестиваль у нас проходит только на русском. Все продукты только на русском. Поэтому, ну, они все равно, наверное, не понимают, что я говорю, но не обессудьте. Вот. Добрый. Да. Ну что, переходим к основной теме сегодняшнего нашего дня. Сегодня выступает у нас, ну, я не побоюсь этого слова, действительно легендарный автор. То есть, человек, который создает таких, вот такие работы, которые, вот смотришь на фотографию и не веришь. Вот я смотрел на лошадку, которая в снегу стоит. И мне прям казалось, что эта лошадка вот такая настоящая живая. Сегодня выступает Анна Петинади, человек, который вот умеет создавать действительно потрясающие работы. Многие из вас уже писали, что вы ее знаете, что вы любите ее, звериков и так далее. Я думаю, те, кто ее не видит, не видел раньше, не знают, сегодня познакомятся. И поистине вот вы разделите мое восхищение. Вот. Напишите, пожалуйста, вот ничего не вижу, не слышу. Если вы видите такие комментарии, пожалуйста, помогайте, напишите человеку, обновите страничку. Хорошо? Да, сегодняшний спикер очень интересный, Наталья пишет. Ну, у нас, я честно скажу, такие спикеры, вы каждый день будете приходить и будете поражаться от того, как все классно и интересно. То есть, мы специально вот таких спикеров подбираем. Хоть это большая работа для нас и для них, но я считаю, если мы собираем людей, то лучше все-таки самых лучших авторов собирать. Все, хорошо, звук не пропадает. Не верю. Итак, друзья, я вам представляю Анну Пятинать. Она уже сидит и волнуется. Анна, вы слышите нас? Слышно меня? Вот, слышно и видно. Мы вас включили в эфир, мы рядышком здесь. Удачи. Да, добрый вечер. Всем, кто пришел, познакомиться со мной, с моими работами, все, кто знает меня, всем добрый вечер. И большое всем спасибо, что вы решили сегодня оторваться от своих дел и прийти со мной пообщаться. Огромное спасибо Сергею, Илье. Ну, я не знаю, он, наверное, сегодня не присутствует, конечно. Но Сергею я через Сергей передаю Илье тоже большое спасибо за помощь, за то, что вы решили показать меня на руку. Что мы сегодня будем, о чем мы будем говорить? Конечно, о валянии. Ну, хочу представить, ну, еще раз, меня Сергей представил. Меня зовут Анна Петинатия, я занимаюсь валянием. Занимаюсь не так давно. Но и в процессе, когда я переключусь на презентацию, я расскажу вообще, с чего я начинала, чем я раньше вынималась, как вообще меня угораздило попасть в валянин, заняться этим видом деятельности. Ну вот. Также мы поговорим о валянии, разумеется. И после того, как я тебе расскажу, у нас начнется полезная часть. Полезная часть будет о том, о наших ошибках. Все, кто хочет именно валять зверушек, которые действительно похожи на живых, совершают массу таких примитивных ошибок, которые, в общем-то, легко исправить даже тем, кто, собственно говоря, не особо умеет рисовать или что-то лепить, или что-то делать вообще, как художник. Могу сказать, что я не оканчивала художественного какого-то выразления. Но, тем не менее. Дальше в теме мы еще поговорим, помимо ошибок этих, то, что связано с натвервалянием, о том, как, вот меня все время постоянно спрашивают, почему такие пушистые игрушки, как вы это делаете, вот мы пушим-пушим, а они никак не становятся пушистыми, почему-то не получается это. В общем, поговорим о том, как пушить эти игрушки, чтобы они были пушистыми. Ну и будет такой маленький мастер-класс, покажу, как надо свалять ухо, двойное ушко. Мы сталкиваемся, значит, с такими моментами, когда надо сделать контрастное ухо внутри светлое, а снаружи оно черное. И те, кто валяет, знают, что если тонкая деталь валяет, то пробивает иголкой, и вся светлая шерсть выходит с той стороны. Так вот, как тут сделать? Это так, чтобы этой светлой шерсти на задней стороне ушка не было видно. Ну, значит, что я хочу сказать о себе. Я начала валять где-то в 2010 году. То есть получается, что, в общем-то, не так много. Меня плохо слышно? Сейчас поговорю погромче. Сейчас хорошо слышно меня, девочки? Я очень рада, что... Хорошо слышно. Слышно, да? Я очень рада, что много народу пришло. И хотелось бы узнать тех, кто меня знает, и много ли новых людей, которые меня не знают. Поэтому я бы попросила, что те, кто меня знает, поставили бы плюсики, а те, кто первый раз вообще обо мне услышал и никогда не знал и не видел, те бы поставили ноль. Ну и потом, я думаю, что я уже тогда переключусь на презентацию, чтобы показать уже какие-то работы и рассказать дальше о наших всех темах. Вижу много нулей. Очень приятно, что много нового народа, которые меня никогда не знали. Ну и, конечно, много плюсиков. Алю, она привет. Очень рада, что ты здесь. Вика. Мои ученики, смотрю, здесь появились. Очень приятно. Девочки, спасибо. Ой, здорово. Очень много. И много, и кто меня знает, спасибо большое, что вы пришли, что не поленились. Потому что, в общем-то, вы, кто ученики у меня был, те, в общем-то, ничего нового по идее не услышат. Ну, может, что-то еще и новенькое узнаете. Так, ну что, я думаю, что, наверное, пора пришла... А, да, я совсем забыла вам показать как раз виновника торжества цен. Это тот самый Зайка Натюр, с которого в конце нашей презентации я представлю свой курс фото, по фото, да, фото-мастер-класс, как сделать вот такого зайчика. Там, в общем-то, даже подойдет для начинающих, так как там с помощью будет сделан трафарет, по которому, в общем, можно ориентироваться и формировать сельце. Внизу с головой. Вот такой вот заяц будет в конце у нас продаваться, курс на этого зайчика. Ну, заодно хочу показать вам работы, которые я с собой тут поставила, которые у меня вот эту еще никто не видел работу, это лошадь. Сделала я ее совсем вот, буквально сегодня закончила практически. Вот такой вот конь. Всем ли видно? Дальше кто-то говорил, там котят очень любят. Вот котенок бенгальский. Всем ли видно? Спасибо, девочки, что пишете, что красиво. Это енот. Так. Такой пес. Все эти работы будут на выставке «Холлоу Тедди», если кто-то будет заинтересован в них, то вы придете и увидите их вживую. Это ежик. Ну и последнего я вам покажу. Это ослик маленький. Ну, я люблю валять работы не слишком большие. Такие, ну, как называется, удобный размер. Иногда, конечно, когда заказывают большие, делаю большие работы. Девочки, какие-то вопросы есть? Что-то хотите спросить у меня, прежде чем я переключусь на презентацию. Да, внутри полностью из шерсти. Я редко, очень редко какие-то туда наполнители ставлю. Спасибо, девочки, за похвалу. Очень приятно. Вы все можете научиться этому, если будете, вот мы дальше будем смотреть, если будете соблюдать какие-то простые правила при валянии. Так что, девочки, все в ваших руках. Вес, ну, у коня вес приличный. Потому что, какую шерсть, использую шерсть кордачос в основном. Но для пушистых обязательно использую еще и длинную шерсть тонкую. Спасибо. Машинкой пользуюсь, но только для тонких деталей. Ушки, хвостики маленькие, если есть. В основном ушки или веки. У лошади каркас только в ногах и в шее. МК здесь приобретете. Как раз в конце и будет продаваться МК. Что-то я еще могу сказать. Глазки использую в стекло. Либо сама леплю из пластика, если это лошадей касается. С шерстью лучше работать. С кордачосом, конечно. Сейчас еще поговорим по поводу шерсти. Я обязательно скажу, когда там дальше будем разговаривать. Иголки, уезжая, это специальная такая ткань для тэдди и ежиков. Продается, в общем-то, везде. Шерсть. Кордачос, еще раз говорю. Люблю кордачосом работать. МК приобретете здесь. Для гривы использую натуральный волос козень. Вес приличный. Ну, сложно мне сказать. Туда очень много шерсти вбивается. Ну, я думаю, что 500 грамм есть. Может, нет. Ну, поменьше, наверное. Иглы. Про иглы тоже поговорим попозже. Для пушистых, ну, полутонкая-тонкая шерсть я ее использую. Так. Сальветозы нет, не пропитываю сальветозой. Спасибо, Татьяна. Очень приятно, что посетили наше общество в этот вечер. Татьяна, спасибо за ослика. Что такое держатели, девочки? В магазинах в интернете покупаешь шерсть, все принадлежности в основном. Либо вот у нас есть знаменитая шкатулочка, либо на выставках в основном. Так. Обратная игла, конечно, пушистая. Но, например, в данном, у собачки приваливаю шерсть. Я тоже про это скажу дальше обязательно, по поводу приваленной и неприваленной шерсти. Иглы. Очень больше нравятся мне, конечно, американские иглы, либо английские. Ну, так уж получается, что чаще всего получаются немецкие. Как бы других нету сейчас пока. Мне не выходит других купить. Так, что такое держатели? Все, поняла, девочки. Наталья спрашивает, какие держатели используете. Не использую держатель, тоже вам про это скажу дальше. Марина, про зайка, про ослика, что вы спросили, я не знаю. Как долго достигала результатов. Тоже все расскажу в презентации, с чего начинала и как все это, как было вначале. Не так, чтобы хорошо все, даже очень. Все, девочки, перехожу к презентации. Так, включаю презентацию. Дальше еще поговорим с этими вопросами. Так, я включила презентацию, видно ее? Нет, не видно. Вы ее открыли и через окно, через зеленую кнопочку поделиться. Так, сейчас. Зеленую кнопочку. Да, сейчас видно. Итак, значит, начинаем. Меня зовут Анна Петинать еще раз. Я автор скульптуры из шерсти. Начала заниматься этим в 2010 году. Сама я родилась в Мурманской области, город Заполярный. Это север. Если кто есть с севером, можете написать в земляки. Значит, с чего я начала? Я раньше все время арестовала в детстве. Лошадей особенно. Очень любила лошадей. И все время думала, что я обязательно стану ветеринарным врачом. Все время гадала, либо мне как-то место лошадинировать. То есть я не собиралась, в общем-то, художником становиться. Но, тем не менее, рисовала хорошо. Ну вот. И в классе, где-то, наверное, в пятом пошла заниматься конным спортом. Начала заниматься. Вовлеклась очень сильно. Потом в итоге я стала заниматься конным спортом. И поступила в институт на тренера по конному спорту. Занималась я сначала в треновском конном заводе. Отучилась там на школе наездников. Ну и попутно я все время лошадок рисовала. Занималась рисованием портретов. Видно, да? Да, видно. Видно, да? Вот делала, значит, портреты лошадей, конечно же. Вот эта картина маслом нарисована. Попутно мне хотелось лепить. Я и занималась лепкой. Вот. И продолжала работать тренером по конному спорту. И при этом я еще занималась... Вот это мое хобби было. Занималась бронзой. Вот эта лошадь бронзовая. Вот. И... Насколько как-то вот увлеклась этим. Сейчас, секундочку. Заняла с керамикой. Помимо керамикой. То есть вот кто-то, наверное, наверняка же тоже вот занимался всем подряд. Все хобби перепробовали. Привет, Ирина Землячка. Так, вот здесь вот вы видите у меня украшение. Так вот это тоже мое хобби было. Это... Такой, знаете, стиль анкар. Скажем так, вязание такими, знаете, челночками. При валите. Это вот я делала украшения такие. Ну и вот, в 10-м году, копаясь в интернете, я случайно попадаю на валеную игрушку. И меня поразило то, что я вот как бы занималась керамикой, лепила в основном животных, в основном собаку. И даже этим как-то вот на выставках собак зарабатывали. То есть выходили туда, там как-то продавали. И тут я поняла, что вот оно, вот шерсть, она дает тот момент, когда животное можно сделать практически живым. Ну что такое скульптура, вот керамика? Она же все-таки холодная. А шерсть теплая. И глаза можно настоящие. В общем, я загорелась. И схватилась, значит, там искать в интернете. И в итоге, значит, купила шерсть. Все, значит, это самое, собрала иголки, какие нужно. И ну валять. Ну и разумеется, у меня вышел ужас ужасный. Такой страшный пот, я кота валяла. Я его выкинула, то есть я его даже не оставила. Правда, он настолько был ужасный. То есть я поняла, что валять и лепить, это вообще две разные вещи совершенно. Все свои правила. То есть я подумала, пойти учиться кому-то. Вот. И я, значит, решила пойти хотя бы просто попробовать. И там попутно я увидела, что такое иголка. Попутно увидела у Казаковой Юлии цветы и пошла к ней на мастер-класс. Многому я там научилась хотя бы как держать иголку и чем заниматься. Я сначала думала, что я цветами буду заниматься. Вот. Но в итоге все-таки меня, я всю жизнь лепила в каких-то животных. И животные меня перетянули. И я опять решила сделать животное какое-то свалять. И в итоге я сходила вот еще, это вот я здесь тедиков показываю, да. Это еще одно мое увлечение тоже. Тут я уже сходила на мастер-класс и теди сделали. Уже после того, как я валяла, уже активно эти тедики у меня появились. Это я вот показываю вам. Это я сходила еще на мастер-класс по кукле тоже. И куклой занималась. Ну, кукла это моя первая, единственная. И пока больше и нету. Спасибо, Симона. Да, да. Было легче заниматься, да. Совершенно верно. Так, вот. И, значит, вот кукла у меня. Кстати, на руках у куклы валеная собака тоже. Вот эту собачку я валяла для девушки, как раз для куклы. Это я вот как бы попробовала примерить кукле, которая у меня стоит. Вот. Это мои первые работы. Ну, относительно первые. Потому что все-таки я сказала, что у меня был опыт с этим котом, которого я выбросила, смотреть на него без скот. Невозможно было. Он был весь мягкий, страшный, несоразмерный. В общем, сложно мне он дался. Вот. Здесь уже более-менее. Но вот кот, здесь он не распушенный. И у него, ну, он достаточно так вяло свален, скажем так. Глаза такие какие-то вот. Ну, в общем, короче, я им недоволен страшно. Ну, вот такой вот кот у меня первый практически был. Это все, что касается котов, это вот первый из котов. Вот. Балерина. Вот я как бы пробовала валять. У меня какие-то есть работы, которые, ну, не совсем натер. Вот. Вот Марина пишет, что картинка плохая. Да, у Юли Казаковой очень здорово. Она мне тоже очень понравилась, как она работает с людьми. Отлично. Так вот, значит, я пробовала валять такие мутяшные. Мутяшных легче валять, конечно, разумеется. То есть здесь главное, чтобы качество было. И самое главное, чтобы вид был у персонажа очень приятный, няшный такой. Вот этого вот. То есть нужно этого добиться, чтобы был очаровательный, чтобы был живой взгляд. Такие вот моменты. То есть особые, вот, как бы, скажем, таких пропорций соблюдать особенно и необязательно, что касается мутяшных персонажей. Здесь же может быть голова больше тела, или руки несоразмерно длинные и так далее. Такие-таки такие моменты. А что касается натер, то тут вот, хочешь не хочешь, здесь нужно точно соблюдать пропорции у животного. Это моя первая лошадь. Первая лошадь, тоже у меня к ней претензий много. Ну, вообще у меня ко всем работам претензий много к своим. Я не могу долго на них смотреть и восхищаться. И сразу начинаю находить ошибки. Да, правильно, Манечка, да. Чтобы была идея и смысл, это точно. С чего лучше начинать валять? С самого легкого колобка, например. Ну, вот первая моя лошадь. В общем-то, я ее тоже долго мучила, но сделала. Все амуницию сделала сначала до конца. Так как я все-таки конным спортсмом занималась, и все виталии нельчайшие, и амуниции, и лошади я уже изучила. Тем более, что мое первое образование было ветеринарным, как и врач. Я окончила училище по ветеринарии, и анатомию тоже достаточно хорошо лошадей изучила. Вот эта лошадь у меня до сих пор стоит, и никому не продаем. А это самая первая кошка у меня на каркасе. Кошка сделана ужасно, глаза у нее не настоящие, но тем не менее, в общем-то, самой она мне сначала очень нравилась. Вот, это я сейчас уже вижу, там все возможные огрехи вот и работают. В общем, вот это моя первая кошка такая. Вот, девочки, спасибо за лошадь. Да, в поиске точно. Как сделать такие ножки на каркасе лошади? Ну, сложные поддельные разговоры. Как делаю сезло? А вот как настоящее делаю сезло? Из кожи. Каркас у нее из проволоки. Ну, если брать настоящее сезло, там тоже железный каркас и деревянный. Ну, в общем, там много составляющих. Я не могу говорить про это сейчас. Спасибо за лошадку. Шикарная лошадка. Спасибо. Какие претензии к этой лошади? Ой, девочки, много. Во-первых, то, что она свалена мягковато, ее надо было довалять бы поплотнее. Что касается валяния, она все-таки должна быть очень плотная. У кошки голова... Не, у меня ничего не поворачивается, девочки. Я не делаю таких вот игрушечных, у которых ручки, ножки крутятся, головка крутится или шея. То есть это ближе к игрушкам. Я стараюсь все-таки делать как скульптуру. Она монолитная. И максимум, если есть каркас, то можно положение головы изменить у лошади. Да, лошадь – самое трудное животное в исполнении. Почему? Даже художники это признают, что это сложнее рисовать лошадь даже, чем человека. Да, такой момент. Очень ее сложно делать. Поэтому я их очень долго делаю. То есть у меня не получаются они там за неделю, допустим, даже. Спасибо, Олик. Спасибо. Да, труд большой. Очень надо долго сидеть с этим делом. Лошадка, конечно, кажется твердой. Ее щупать надо. Ой, это возвращаться, но доделанное, исправить. Вы знаете, легче новую сделать, чем что-то исправлять в уже сделанной работе. Особенно, если она сделана плотно. Но, допустим, у меня был кот, ой, кот, конь. Я вам дальше там покажу. Почему все ужасно? Это ужасно. Ну, это я вот такая критичная, поэтому мне кажется, что все ужасно. У меня впоследствии какие-то моменты. Ну, сейчас я вам... Это тоже вот мои первые начального периода работы. Ну, например, вот этот вот... Как его назвать? Миттельшнаусер. Я уже, конечно, так бы не стала делать. Ему же такой полумутяшный какой-то. Не совсем натураль. Вот. Ну, щеночек еще более-менее. Щеночек более-менее. Вот. Ну, а там у меня качество претензий тоже. Это все начальный период, поэтому... А это первый пегас. И первый кот, где я применила обратную иглу. Девочки, что касается вот этого кота первого. Вот я не делала стрижки. Они были очень лохматые. И сейчас я это вижу, что не очень аккуратные. Пегас. Спасибо, да. Творческие. Ну, мне кажется, да, реализовала творческие. Я нашла то, что из всех моих метаний я нашла то, что мне очень сейчас близко. Я без этого уже практически не могу. Носики из шерсти у котов, а у собак в основном лепленые. Вот. Спасибо, девочки. Спасибо большое. Так. Да, зависит. Спасибо, девочки. Спасибо за... Спасибо за... Крылья у пегаса из перьев натуральных. Начальный период у меня длился, в смысле, как долго длился. Начальный период. Начальный, сейчас скажу, ну, год. Это все, вы знаете, мне кажется, что вот чем дальше я работаю, тем больше уже какие-то вот претензии. И они, наверное, не будут заканчиваться, эти претензии, к самой себе. То есть каждый раз находишь чего-то и думаешь, надо делать лучше, надо делать лучше, надо делать лучше. И это вот постоянно, правда. Как-то не получается, чтобы я прям восхитилась так и сказала, ну, вообще, прям вот все. Я лучше уже, наверное, не сделаю. Спасибо. А что такое ИП? А, индивидуальная... Да, у меня не настолько их прям... Я их не так штампую, чтобы мне индивидуальное предпринимательство оформлять, чтобы я прям так это там и зарабатывала бешено на них, правда. Какие коты должны быть на... Именно пушистыми? Нет, они должны быть все-таки аккуратно подстрижены. Они не могут в жизни быть такими лохматами. Вот так. Ну что ж, дальше поехали. Вот работа, которую я делаю сейчас, которую уже мне более-менее... Вот я поставила те, которые мне нравятся, работа этого кота я делала для девушки по фотографии. Этих борзых я делала для девушки, для куклы. Вот как бы это уже более такие... Копыта из пластика, девочки. Вот котик, которого вы видели сегодня у меня в руках. И ежика, которого вы видели сегодня в руках. Это последние тоже работы. Вот и у нас здесь единотик, которого вы сейчас видели. Колючки у ежика, я уже говорила. Это материал. Эту кошку тоже по фотографии делала. Часто работает в фотографии. Вот пушистые, которые распушенные обратной иглой, работа. А рядом вы видите уже гладкую, отшлифованную работу с пегасом. Пегасов тоже часто я делаю. Рисовать нужно уметь, конечно, неплохо. Неплохо бы уметь рисовать и делать зарисовки, делать какие-то эскизы, прежде чем начать какую-то работу. То есть прикинуть, посмотреть, как она, как бы, вот свои мысли на бумагу переложить. Если не умеете рисовать, ну, попробуйте хотя бы схематично. Вот это как представить. Вот котята мои, тоже все это вот обратная игла. Я очень люблю работать с обратной иглой, когда уже... С приваленной шерстью меньше нравится работать. Вот начинаю больше с обратной работы все годы. Так, вот такие котята у меня. Крылья из перьев. Вот тоже гладкая работа и пушистая. Вот этот вот пёсик, шпиц, он полностью сделан с приваленной шерстью. Обратной шерсти, обратной иголки тут нету. Станина шерсти тонкая при длинном борце. Когда обратной иглой работа, обязательно тонкую сделаем. Лошади мои. Вот лошадей. Котята из кардачуца. А сверху обязательно тонкая. Вот, хорошо, да, я поняла. Лошади. Это моя любимая тема. Очень люблю лошадей. Хорошо я их знаю, поэтому они и получаются. Как бы у меня. Ну, то, что близко к душе, то и выходит. Поэтому сейчас я не знаю. Вот лошадь, как раз про которую я хотела вам сказать. Вот кто-то меня спросил по поводу того, что исправляю ли я работу. Вот этот конь слева, свет бежевый. Вот я ему отрезала голову один раз. Отрезала. Почему? Потому что не устраивала меня вот эта вот остановка. И показалась слишком длинная шея. Или она там, что-то с ней было не то. Взяла, отрезала. И заново ее подваляла. В общем, короче, исправляла. Был момент, что я исправила. Этот тоже конь у меня делался на заказ. Который в яблоках. Большого размера. Довольно здоровенный. И у него полностью он шерстяной. То есть какие-то вот туда наполнители я не ставила. Вот еще мои лошади. Тоже справа заказной конь у хозяйки. Ну вот. Это работа по фото. Очень много делаю работ по фото. Это тоже сложная достаточно работа. Но очень интересная. Любую какую-то работу действительно валять нужно, как кто-то говорил, с душой. Надо ее полюбить. И делать очень корпусно. Не стоит сделать ее наспись. Поэтому я быстрая работа не делаю. Вот еще пример по фото собачек заказали. Вот слева собачка была совершенно беспородная. И отправилась она в Таллин. В Таллин. В Таллин. Вот эта порода тоже интересная. Справа тоже никогда не сталкивалась. Но вот пришлось покопаться в интернете. Вот мои кошки тоже режу я. Чем придется? Ножницами резала. Вот стараюсь находить какие-то интересные расцветки. Пробовать их. Ракурсов очень много прошу. Со всех сторон буквально. Вот люблю очень белую шерсть. Очень люблю. Почему? Потому что очень можно хорошо тонирование передать. Вот. И они очень хорошо смотрятся. Правая шерсть приваленная. Вы имеете в виду здесь слева щенок. У него шерсть приваленная к лапкам и к мордочке. А тело вынуто обратной иглой. Тюлененок весь полностью обратной иглой сделала. Вот сфинкция. Тоже интересная тема. Очень мне нравятся все их складочки. Все вот эти вот такие вот морщинки на мордочке. Выражение лица. Глаза все стеклянные старались делать. Стеклянные. У кошек вообще не может быть паленых глаз. Иначе она не будет живо смотреться. Почему? Потому что когда кошка смотрит и сбоку на нее посмотреть на глаза, они просто видны стекло прозрачное. И шерсть этого не даст. Это только стеклянные глаза. Усы делаю из лески, либо натуральные собираем. Глаза стекло, девочки. Это вот работы уже с новыми хозяевами. Вот слева вы видите биатлонистку, нашу известную Ольгу Зайцеву. У нее мой зайчик такой мутяшный. Но похож на нее очень. Очень на нее похож. И у него номер, как она считает, она его считает своим счастливым талисманом. Номер с ружьем, на лыжах. Работа, это зависит, сколько требуется на какую-то работу времени. Это зависит от работы, от сложности и от размера. Вот от чего зависит. Не могу сказать прямо точно, что там день или два. И лисенок, вот у девочки, эта женщина заказывала для девочки лисенка. Он прям очень похож на нее. Она сама тоже рыженькая. Шерсть у собачки редко привалена. Привалена, да. Вкладочки вручную сделаны. Вручную. Там машинкой ничего не сделаешь. Она очень неглубоко работает, поэтому там сложно сделать. Вот эти самые борзые у девочки с куклой, для которой сделали. Она ездила с ней в Испанию. Вот, составляла куклу, якобы как бы кукла в русском стиле и при ней борзые. А вот эту вот лошадку отправляла в Торонто, в Фанаду, для девочки. Вот этот котенок делался для мужчины, у которому полно 50 лет. И жена заказала ему подарок такой. Рассказала мне, что он был очень счастлив. Машинку вы, наверное, имеете в виду, девочки. Адиклик. Глаза обязательно по пропорциям. Про глаза скажу здесь. Мы будем про пропорции разговаривать. И я обязательно это все скажу. Этот кот, который в Америке, вот это его прототип живой. Вот с ним котик. Носики я делаю сама. Тонирую яблоки. Конь в яблоках полностью сделана из шерсти. Там никакого тона, кроме шерстяного, нет. Это только шерстью. Ну, это вот про свои награды и достижения какие-то. Первая моя награда была как раз вот та самая кошка, первая моя, которая на каркасе, которой я недовольна потом была. Но вот, тем не менее, она на выставке «Добрые куклы, добрые кошки» в театре Куклачева заняла приз в номинации «Мастерское исполнение». Как стоит конь, девочки, на каркасе стоит. Или он стоит на жестких ногах, делает никакой подставки нету, только на своих собственных ногах. Надо выбирать положение, чтобы три точки было как минимум. Тогда он будет стоять. Так, и, значит... Хорошо. Поехали дальше. Вот еще в «Московской мастерице» получила первый приз я за вот этого пролатого своего пегаса. Также участвовала в интернет. Такой конкурс был, интернет-конкурс, и в итоге там выиграла статью в журнале «Доли». Дальше на формуле «Рукоделие» у меня там пегасик маленький был, заняла второе место. Мастер-классы у меня проходили с котятами. В основном котят, потому что это самое легкое, что можно сделать за два дня. То есть вот что-то сложнее, это просто будет дольше. Это два дня даже не ложенки. Девочки, которые были у меня, наверняка знают, что это не быстро. Не быстрый момент. Они когда приходили и увидели маленького котенка, говорили «Ой, такого маленького так долго будем валять?» Я говорила «Да, два дня будем его валять». И когда они его валяли, они понимали, что это да, очень долго. Вот разные мастер-классы индивидуальные. То есть какие-то девочка маленькая приходила, мы с ней валяли зайчика, с женщиной собачку, с кем-то нишку, кто вообще первый раз в руке его подержал. Итак, переходим к полезной части. Основные ошибки при валянии животных в стиле на тел. Вот глядя на эту фотографию, вы понимаете, какие ошибки при валянии в стиле на тел. Это страшная асимметрия, это диспропорция. На одну игрушку времени уходит, девочки, порядка недели, если в этой игрушке сложно. Вот, посмотрите вот на этого котенка, которого вы видите на фотографии, и сразу видно, что у него очень асимметричные находятся глаза, мордочка, ушки, все на разном уровне находится. И вот это вот самая главная ошибка, когда мастер делает и не видит того, что глаз уехал куда-то на бок или не зацелок, ухо съехало вниз. И как бы не была свалена, девочки, сейчас все расскажу. Как бы вот не была хорошо свалена работа, да, идеально отшлифована, была бы вообще изумительной качественность сделана, но если она кривая и косая, то даже никакой, даже не мультяшная она не будет выглядеть милой, тем более натуральной она не будет никак выглядеть. Поэтому, когда вы собираетесь свалять работу, стараясь сделать ее как можно ближе к натуральной, вы должны соблюдать какие-то правила пропорций. И даже если вы не умеете рисовать, вам достаточно взять в руки линейку и с этой линейкой буквально замерить все пропорции и с этой же линейкой дальше сделать свою работу. Вот, например, здесь вот вы видите, это видно мою стрелочку? Вот здесь вот нарисован, допустим, круг. Какое правило у любого, даже и у человека, и не только у животных? Глаза – это центр, который находится в центре. То есть через глаза проходит центральная линия. И у животных, и у людей, собственно говоря. Какие-то, это я вам говорю примерно, потому что какие-то породы тех же кошек, там немножко другие нюансы с носом будут. Я вам говорю, среднестатистическая, допустим, вот кошка на взамен. Вот. И вы разделяете вот эту вот голову на две части. То, что выше зрачка, и то, что ниже зрачка. И вот то, что ниже зрачка, можно буквально разделить еще напополам. И у вас в этой середине будет нос. Смотрите. Дальше. Вот эта мордочка, она составляет ром. Сама морда. И вот буквально с линейкой вы будете вот это вот замерять и проверять на своей игрушке. Насколько... Вот кто-то меня спросил, как вы подбираете глаза, когда уже готова игрушка или нет. Да. Смотрите. В расстоянии от виска до виска и у человека, и у животных, туда вмещается пять глаз. Это, ну, в среднем берем. Есть порода, у которой глаза побольше. Есть порода, у которой глаза поменьше. Но вот в среднем, да, никогда не будут глаза близко друг к другу стоять у кошки. Они будут близко стоять, допустим, у обезьяны или у лемура. А у кошки расстояние между глаз обязательно там глаз поместится. Поэтому очень часто делают либо очень косых таких, близко, с ближенными глазами. Дальше, значит, то, что касается мордочки, да, видите, концы, края вибрисов тоже проходят через почти что зрачок. Может, чуть побольше есть мордатые кошки. Это все вот глядеть. Вы берете фотографию, ну, если живой под рукой нету. И берете линейку и смотрите, сколько расстояние, откуда, докуда. Расстояние, какое расстояние глаз, какого размера глаза. И подсчитываете. Вот, допустим, вы берете голову, она у вас там 20, да. Вы 20 делите на 5. Вот ширина головы 20. 20 делите на 5. И получено это у вас размер глаза. Примерно так. Смотрите, через зрачки, опять же, отпускаем линии. Это у нас здесь начало внутреннего края уха. Внешний край уха чуть выше средней линии. Вот, буквально вот так вот по схеме. И в итоге, значит, вы правильно сможете рассчитать размеры и головы, и глаз, и нос. Что касается носа, кстати. Носик всегда у кошки, во всяком случае, всегда меньше глаза. Вот на примере кошки. У собаки нос всегда больше глаза. Спасибо, Марина. Я рада видеть. Вика тоже рада очень. Вот. И, значит, смотрите. Проверяйте, когда вы сваляли игрушку, чтобы у вас глаза были на одной линии, а никак не выше один глаз или ниже другой глаз. Также вы смотрите, чтобы у вас расстояние было одинаковое от глаза до носа. Расстояние одинаковое между ушей, одинаковое расстояние от зрачка до уха, до начала уха, и с той, и с другой стороны. И также вот эти вот расстояния одинаково находились по отношению друг к другу. Еще очень хороший способ проверить, все ли у вас симметрично, это взять и перевернуть работу вверх ногами, ну, хотя бы голову, да, и посмотреть на нее, и вы увидите свои кисаки сразу же. Потому что, когда переворачиваешь, вот эта асимметрия намного быстрее видна. Также, что касается и тела, в любом правиле, допустим, тех же пропорций человека, там вот как-то я смотрела тоже, вот здесь вот девушка показывала, как кукол делает, да, что маленькие у них, все эти размеры идут от головы, да, сколько голов входит в рост, допустим, человека, взрослого, 7 голов составляет в корпусе, вот, у подростка 6, там, у маленького 4, вот, то же самое у животных, у взрослого животного 2,5 головы в корпус входит примерно, тоже от пороза зависит, вот, вот, у маленького 2,5, у котенка, допустим, маленького, что-то спрашивает, что с изображением, Сергей. Видно? С изображением все нормально, напишите, как вы видите, как вы слышите, пожалуйста, мне кажется, идеально все видно. Вот, что касается вот таких вот грубых ошибок, поэтому я предлагаю, вот вы делаете работу, да, вы сваляли голову, и, значит, вы прикинули, какой, да, переворачивать, или еще один способ тоже увидеть свои же косяки, да, мало того, что перевернуть, а еще посмотрите в зеркало на это дело, там вообще будет идеально видеть. Видно, какие у вас диспропорции, какие асимметрии, все вот это будет видать. Когда вы ставите глаза у игрушки, обязательно поинтересуйтесь, а ровно ли они стоят не только на одной линии, но и на глубине. Иногда кто-то воткнет глаз более глубоко, а другой глаз менее глубоко, и получается тоже опять асимметрия, да, в боку посмотреть, чтобы они у вас не смотрели в разные стороны или внутрь себя. То есть вот они должны идеально быть на одной плоскости, тогда у вас будет нормальный хороший взгляд у игрушки, не будет перекошено ничего. Сваляли голову, посмотрели, какого она размера, и прикинули, какое будет тело. Нога, вот буквально можно все мерить одной головой, скажем так, что касается корпуса. Вы взяли на той же фотографии, посмотрели, какого размера нога, сколько в нее входит головы, в эту длину ноги. Ага, вот вы сваляли там 5 сантиметров, а в ногу входит там полторы головы, и вы поняли, что какую ножку вам надо свалять по отношению к этой голове. Я пробовала валять глаза, ну, как-то мне они не очень живые, мне очень нравятся. Поехали дальше. Что касается, вот меня все время вопросы задают, как сделать игрушку пушистой? Как вы так пушите, как пушите для начала? Значит, игрушка должна быть свалена очень-очень плотно, на мой взгляд. Я не знаю, как другие мастера говорят, но я считаю, что она должна быть очень плотной, очень прям тверденькой. Настолько твердой, чтобы обратная игла не разрушила то, что вы сваляли, чтобы она опять не стала мягкой. Потому что мы дергаем этой иголкой волоски, и разумеется, то, что мы там валяли-валяли, мы это все раздербаниваем этой иголкой. И поэтому, естественно, пушистость должна уже на такой заготовке очень плотной. Ее не обязательно отшлифовывать совершенно, потому что мы все равно вынимаем шерсть. Но плотность должна очень хорошей быть. Еще раз повторюсь. И что касается, вот меня спрашивали про держатели. Я не пользуюсь держателями вообще. Я беру иголки в руки по нескольку штук, если мне надо. Вот. По одной, две, три, даже четыре. Но держу их просто в пальцах. Мне так удобнее. И они не находятся на расстоянии как-нибудь друг от друга. Они находятся у меня плотно в руке, друг к дружке, близко. Почему? Потому что они тогда более плотно стоят и практически не ломаются. То есть они вот эти вот расстояния не держатся. Говорят, звук пропал, Алена говорит. Слышно? Нормально, что со звуком и с изображением все хорошо у нас. Да. Вот пишут, звук пропал. Так вот. Беру, значит, что касается пушистости. Я беру несколько иголок. Иногда четыре обратные иглы. Но, и как раз вот это вот помогает даже то, что четыре иглы я беру или три, их плотно держу. И работаю по поверхности. По поверхности. Не загоняю ее глубоко. Большая ошибка, когда начинаю работать глубоко иголкой. То есть втыкаются сей дури и обонимают один-два волоска. Потому что она не может оттуда вытащить всю пушистость. Тем более, если мы, работая с игрушкой, покрываем ее. То есть основа делается очень плотная там из кардачоса. А сверху я покрываю такой тонкой шерстью. И тонкой, полутонкой какой-то шерстью в тон. Потом хорошо уваливаю. И вот я снимаю, поднимаю вот этой вот обратной иглой именно верхний слой. Работаю по поверхности. Не глубоко. Но очень-очень тщательно. Шаг за шагом. Миллиметр за миллиметром. И стараюсь не уходить с этого места, пока я не вынула той длины волоски, которые мне нужны. При этом из-за того, что иглы четыре, они одна, допустим, или не две, которые, хочешь ты не хочешь, сложно сохранить, чтобы она шла по поверхности. Они уходят глубже. А четыре, они не дают уйти иглам очень глубоко. И поэтому идут по поверхности. Из-за того, что она идет по поверхности, она вынимает слой именно, который мне нужно. И тем более не вынимает из глубины и не портит, допустим, мой вот рисунок черный. А идет вот только к самому верху. И пушистость идет за счет вот этой вот тонкой шерсти. И игрушка остается, тем не менее, твердой. Не поняла, что или те же самые, что и для валяния, Елена. Что вы имели в виду? Вы в конце ответьте на вопросы, потому что... Да, хорошо. Так, и вот, значит, в итоге мы получаем очень пушистую игрушку. Если вы тщательно и не глубоко работали, потому что очень часто вижу игрушки, которые обработаны обратной иглой, и они такие, как полуысые, такие. Где-то захватилось, где-то нет. В процессе я советую толстый, насколько слой толстый в шерсти. Ну, да не очень толстый, скажем так. Чуть-чуть тонкий достаточно. Одновременно тяжело держать, но это настолько потом привычно, что этого уже не замечаешь. Наоборот, мне уже прям даже очень удобно. Потому что, когда связываешь резинкой или все это, они начинают бегать, двигаться, сдвигаться, а тут они плотно телят друг к дружке, вот сидят как литые. То есть рукой ничего лучше, чем руки, еще и вот правда не придумано. Иголки не особые, обыкновенные, строковые, обратные иглы. И в продолжение, значит, когда вы вынимаете иголочкой, проходите шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, стрижем потом я покажу, вы не забывайте время от времени пуходерочкой расчесывать, и тогда вы свои проплешины увидите. Там, где вы пропустили что-то, в общем, стараться не пропускать, чтобы это точно, всю поверхность вы должны обработать. Номер обратный 40-й. Ну и разумеется, когда вы все распушили, расчесали, нужна стрижка. Вот здесь я показываю, что вот уже оно подстрижено. Значит, что еще один момент, пушистость очень важна. Когда вы валяете и вынимаете иголкой обратной шерсть, допустим, какую-то полугладкую, не такую пушистую породу кошки, да, можно двигаться иголкой по ходу шерсти, по ходу роста шерсти. Но если вы хотите, чтобы она у вас вот торчала, вот прям вот пушистилась, вот как ершик прям, да, тогда надо все-таки перпендикулярно вынимать. Но постараться делать это очень тщательно и не стараться бегом-бегом перескакивать с одного места на другое. То есть вот тут все зависит от того, насколько вы тщательно. Девочки, которые у меня были на мастер-классе, вы помните, как я вам это все время толдычила, что не скачите, не скачите, а то полуыше получится. Тут вынули, а там нет. То есть все время вот надо идти, ой, долго. Я согласна, что долго и очень, как бы, вот кропотливо это тоже работает. Это уходит, тоже, знаете, очень много времени уходит. И стараться не втыкать по самую рукоятку. Стараться идти по самой поверхности. Пуходеркой лучше. Почему? Потому что расческой, вы расчесываете ее в гладкое состояние. А пуходерка, она ставит борс именно вот таким ершиком. Поэтому я вот предпочитаю пуходерку расчесывать. Ну, если мне не нужно какую-то гладкую здесь работу. Да, насечки там в другую сторону. Поехали дальше. Начинаем мы с шерстью, с обратной иголкой мы покончили. Начинаем. Вот я хочу вам представить мини-фото-мастер-класс по валянию ушка. Значит, ПВА я не использую, девочки. Сольве тоже. Так, значит, по поводу мастер-класса. Вот мы сталкиваемся с тем, что когда валяем, ушко черное, а внутри у нас нужно, чтобы оно было светлое. Деталька тоненькая, ушко тоненькое. Мы начинаем вроде как внутри валять беленьким, светлой шерстью какой-то. И вся эта же светлая шерсть вылезает на другую сторону. Чтобы этого избежать, я представляю вам сейчас мастер-класс, который вам поможет сделать ушко совершенное, чтобы оно было с одной стороны абсолютно черным, а внутри абсолютно белым. Значит, для этого берете, естественно, белую и черную шерсть, карточок, допустим, иголки обыкновенные 38-мые, можно три штуки. И делайте заготовки. Две. Одна черная, одна белая. Тоненькие. Очень тоненькие. Постарайтесь как можно тоньше их сделать, чтобы ухо толстое не получилось. В этот момент можно даже сделать внутренние складочки. Внутренние складочки, вы знаете, вот да, ухо, оно не совсем внутри гладкое у животного. У него там есть такие вот, как бы, извилины, как у нас ушная раковина. Так вот, можно сделать внутреннюю часть белую чуть-чуть, как бы побольше, и сложить ее складками. Вот здесь я, на фотографии, вы видите, значит, сваленная черная часть, края я оставила абсолютно свободными. И на белой части тоже. Когда вы валяете, я вам такую подсказку даю, чтобы проверить, насколько они равномерно свалены, и нет ли каких-то пустот, потому что иногда на ощупь никакой щетки я не использую, использую только... Вот здесь вот на фотографиях, где белое ушко, там такой, знаете, волок. Вот это я использую, щетку нет, не использую. Вот. Значит, берете свою заготовочку, вот эту вот тоненькую, да, и посмотрели в окно на свет. И вот на просвет сразу видно, где пустоты есть слабенькие, а где вот плотно сваленные. И там, где пустот, можно добавить щепоточку шерсти сваленную, скрученную немножко в облачко, такое вот легкое, подложили и подваляли, выровняли. Только старайтесь, пожалуйста, чтобы это не была очень толстая заготовка такая. Валяю я на войлоке. Мне очень неудобно валять на щетке и на губке. Вот. Дальше. И вот я вам здесь показываю как раз белая часть, когда можно сжать вот эти вот складочки нужные, там, допустим, по рисунку или произвольно, там, не важно. Вот. И закрепить их иголкой. Ну, закрепить иголочкой. Вот. В итоге вот на второй фотографии вот получается такая как бы иглинка для ушной рапорины. Вот. Теперь, значит, эту внутреннюю часть вы накладываете на черную. Она у вас немножко меньше, чем черная получается. И иголочкой 38-й или 36-й даже можно. Вот. Берете и немножко загибаете верхнюю часть на белую. То есть в смысле нижнюю часть черненькую на белую. Аккуратно, аккуратно, шаг за шагом вы выравниваете в треугольничек. Вот. Чтобы получилось у нас вот такое вот ухо. Края тщательным образом обрабатывайте иголкой 38-й. Вот. И остается свободная шерсть только внизу для того, чтобы привалять ушко. У спинкса в складочке валяются. Вот. Обрабатываю края. И в итоге, вуаля, у вас будет ухо со складками, которые можно потом там затонировать, более выделить их. И у вас получится ухо четко. Внутри белое, а снаружи абсолютно черное. И насколько тонко вы сделаете свои заготовки, настолько тонкое ухо у вас получится. Пишет звук пропал. Войлок толщина, но чем толще, тем лучше. Несколько слоев вкладываю, чтобы игла не пробила насквозь. Вот. Девочки, закончились маленьким мастер-классом. А теперь я хочу поговорить про тот мастер-класс, который будет продаваться здесь. Который я вначале представила вам. Зайку. Телина Тюр. Значит, чем хороший этот мастер-класс? Он состоит из фотографий, из одних фотографий с подробным описанием, как делать поэтапно, шаг за шагом, какие инструменты, какая шерсть, какого вида, какие иголки нужны для этого. Как очень здесь я подробно говорю, как стоят глаза именно зайцу, потому что он немножко совсем по-другому устроен, чем кот, например, который хищники, они смотрят прямо, прямо смотрящие, как и мы с вами. А грызуны у них глаза смотрят в разные стороны. Тоже очень важно, чтобы они были на одном уровне и не были асимметричны. Здесь я это подробно говорю. Рассказываю, как полностью сосредоточиться на том, чтобы укоротить свою работу, то есть не делать отдельно голову, а отдельно тело. У меня здесь все вместе, голова и тело все вместе проходят. И вы, значит, сможете здесь подстричь его. Покажу, как подстригать. Вот еще у меня девочки были на мастер-классах, они все время боялись стричь. А вдруг я тут криво? А вдруг у меня никуда пойдет? Что тогда делать? Подсказываю. Если вы подстригли криво, ничего нет проще, чем взять опять обратную иголку и опять вынуть эту шерсть. Не бойтесь стричь, не бойтесь. Ее опять можно вынуть. Секундечко все подправить, если вы криво подстригли, слишком коротко. То есть это не надо ждать, когда отрастет, слава богу. Вот. И здесь, значит, я показываю, как если вы этого боитесь, как это симметрично подстричь, как аккуратно это все сделать, сразу с первого раза. Вот. И к тому же здесь вот для тех, кто совсем не умеет рисовать и очень сложно все это сделать, у меня там трафарет есть, к которому, в принципе, когда вы будете делать, купив этот МК, вот, вы можете прикладывать свою заготовку и ориентироваться буквально и профиль, и в анфас по этому трафарету. Вот. И, в принципе, не ошибетесь. То есть прям распечатали его, допустим, и начали валять, и подставили свою заготовку, кто у меня был. Кстати, я им рисовала такие трафареты для кокос, и они очень удачно, в общем, по нему ориентировались, какой размер, и много ли еще надо валять, или хватит уже, там, в общем, в таком плане. Так что, помимо этого, значит, вот, я как бы здесь хочу сказать, что, в общем, валяние дело такое, что очень затягивает, и все время поражаешься, когда берешь вот кусок, вот сейчас перед тобой находится кусочек шерсти, и через какое-то время вот кусочек шерсти и иголки, и у вас раз и появляется живой берег. Поэтому, как-то, не знаю, вот, пожалуйста, посмотрите, я здесь показываю в начале работы в этом мастер-классе, вот такую заготовку я беру. Сразу и голова, и тело. И начинаю формировать. Потом глазки вот вставлю на фотографии, видно, что обрабатываю, значит, края, как вот эти вот эти моменты очень тонкие, как проходить их, все это смотрим, как делаем хвостик, пятнышком, как его потом привалять, вот, аккуратно, как все это закрыть, те швы, как закрываются, как все это, сверху покрываются тоненькой шерстью, все это я там говорю, как мы пушим, работаем с обратной иглой, вот. Джайчик совсем не на каркасе, но там он совершенно не требуется, вы его можете вообще любого размера сделать. и вот видите, как я его подстригла, буквально вот по этапам идем. На примере этого МК, в принципе, то, что это вам как бы даст такой толчок, можно сделать любой конфигурации зайка, то есть там ничего сложного, были ноги так, сделали так. в этом плане как бы зайц очень прост, его можно на нем натренироваться и уже делать в принципе какие-то более сложные работы. Не обязательно белого делать, или там можно сделать пятнами с разными, с разного цвета глазами поэкспериментировать, как вот эти вот пяточки и лапочки, все это я там показываю, как делается. К тому же к тому же тем, кто в общем-то приобретет этот мастер-класс, моя помощь гарантируется сто процентов. Сергей мне пришлет адреса те, кто купит, вот, и те, кто приобретет, получат мой адрес и даже мы можем выйти в онлайн если что-то вы по этому мастер-классу не поняли, какая-то у вас закавыка в этом случае случилась, то, значит, вы уже можете обратиться ко мне и я вам помогу полностью. И далее еще такой бонус, что те, кто приобретет этот мастер-класс, допустим, в течение этого месяца, вернее, даже приобретет и сделает свою работу по этому мастер-классу в течение месяца, я тому, кто лучше всех делает эту работу и пришлет мне фотографии, я выберу эту работу, которая мне понравится, я ее опубликую, и этот человек получит от меня подарок в какую-то мою работу сделанную мной. И в дальнейшем, если это будет очень много работ, допустим, и получится так, что они будут многие замечательные и они мне понравятся, то и они обязательно получат от меня какую-то небольшую мою работу, подарок, как бонус тем, кто решился, потому что этот мастер-класс, он как бы мой первенец, скажем так, я их никогда не делала, никогда нигде не публиковала ничего, вы знаете, максимум, что я делаю, это я проводила мастер-классы последние два года, и то не часто. Так что вы дерзайте, чтобы получить какой-то от меня какой-то сюрприз, и вы можете поэтому баннеру кликать и заказывать этот мастер-класс, а я вам помогу, обязательно помогу. И в дальнейшем, кстати, любые, какие бы вы ни делали, девочки, которые у меня ходят, занимаются, они знают, что я всегда помогаю в любых вопросах и сконсультирую. так что можете задавать вопросы. Вот здесь у меня фотографии девочек-учеников, которые у меня были, вот с чего они начинали. Вот у меня девушка, Наташа ее зовут, вот она как-то сама валяла до мастер-класса, вот вход у нее такой был, страшный. А рядом все игрушки уже вот после мастер-класса. Глазки, братья, ну где в интернете покупаем глазки, я покупаю в интернете глаза. Для Мишек Тедди совершенно верно магазин, да. Про глаза что вам объяснить, я делаю, знаете что, покупаю прозрачные глаза, стеклянные, с темным зрачком и расписываю в какой нужно мне цвет. Тоненькой кисточкой беру краски с металликом, эти, акриловые, и аккуратно расписываю один слой, там другой слой. Живые мастер-классы проходят у меня, сейчас дому уже не проводила, может быть, после выставки буду, на ярмарке мастер-ок можете зарегистрироваться, будет приходить она. Ой, иглы ломаются и довольно часто, и знаете, когда ломаются, когда у меня уже игрушка, становится плотная очень, начинаешь работать активно, там что-то доваливать, какие-то кусочки и тогда ломается. на этом я заканчиваю презентацию, можете посмотреть работы, какие у меня ученицы сделали. Ну, в общем, пора нам с вами прощаться, на какие-то вопросы я еще, может быть, отвечу, Сергей. Ну, давайте по нашей традиции поаплодируем замечательному автору, поставим много-много восклицательных знаков. Почему, как я говорила, сегодня была просто тонна полезной информации, я считаю. Я просто знаю этот процесс, если вот продолжать отвечать на вопросы, пройдут годы, они все... хочется людям ответить, очень хочется. Да, естественно. Вопросов много, и мне бы, конечно, хотелось. Да, вот, много-много восклицательных знаков. Я сейчас знаю, о чем будут вопросы основные, то есть, как платить из Украины, как заказать, куда нажать, давайте я традиционно расскажу все это быстро. Скажите, я как-то вот этот момент поддерживаю. Да, технические вопросы я всегда освещаю, у меня как-то лучше всех получается. Так, друзья мои, одну секунду, я покажу вам наш экран. Вот, мы с вами здесь находимся, значит, еще раз, давайте я объясню, куда нажимать, чтобы заказать. Вот здесь слева есть баннер, вот с этим зайчиком и написано заказать. Нажимаете на этот баннер и попадаете на следующую страничку, где нужно свои данные будет вам внести. здесь еще раз написано, виноват, здесь еще раз написано то, чего вы научитесь, что у вас получится, про Анну написано, и вот эта кнопочка, чтобы заказывать, оформлять покупку мастер-класса. Значит, цена его 1200 рублей, через три дня она будет обычная, то есть она поднимется, вы знаете, что у нас три дня действуют всегда акционные цены и следующий уровень 1900 рублей. Я могу сказать, что 1900 рублей это тоже обычная хорошая цена для этого курса, но зачем еще на 700 рублей больше переплачивать, если можно купить его по совершенно выгодной. Ну, про стоимость мастер-класса могу сказать, там 80 с лишним фотографий очень хороших, там где по шагам действительно вот как прикладывать, как мерить, как эти глазки вставлять, как пушить и так далее. То есть все вопросы, которые вы там сегодня задавали, есть в этом мастер-классе, они описаны словами и показаны фотографиями. И шаг за шагом там все понятно, как это все создавать. Значит, здесь мы заполняем свои данные, обязательно свое имя пишем, email правильный пишем, и телефон, вот обращаю ваше внимание, email и телефон нужно написать без ошибок. Email нужен для того, чтобы вам потом пришел мастер-класс после оплаты, это скачиваем PDF-файл, то есть вы его скачиваете, смотрите на любом компьютере, на любом планшете, на телефоне, где вам удобно. И ваш телефон, он нужен будет для того, что если у вас какие-то трудности возникнут с оплатой, вы еще в чем-то не разберетесь, наш мейджер вам может позвонить, выяснить какую-то информацию. И здесь нажимаете отправить. Дальше выбираем способ оплаты. Ну, я каждый день рассказываю на всех фестивалях, но знаю, что сегодня много новеньких людей у нас. Значит, способ оплаты Robocass, это надежная система оплаты, работает со всеми картами, через Kiwi кошелек можно оплатить, альфа, кликинг, стрим, деньги, Яндекс деньги, Евросейс, связной и так далее. То есть нажимаем выбрать, и вы там способ оплаты найдете. Это автоматизированный способ оплаты, то есть после оплаты вы сразу получите письмо с ссылками с этим мастер-классом. Яндекс деньги автоматически, это электронные деньги, те, кто пользуются Яндексом. Ну, судя по вчерашнему дню, активно очень вы им пользуетесь, это правильно. Нажимаете, переходите сразу к оплате на свой аккаунт Яндекса, и там вам все это знакомо, перечисляете денежку. Интеркасса, обращаем внимание украинцев, то есть для оплаты с Украины подходит Интеркасса, там привязан Приватбанк, ваши терминалы оплаты украинские, то есть все здесь очень понятно будет, когда вы сюда перейдете. Вот здесь слева сверху вы сможете поставить гривны, чтобы вам было понятно, сколько денег с вас система берет. PayPal, это электронная система оплаты, тоже, кто ей пользуется, вы прекрасно знаете, PayPal оплачивает уже по вчерашнему дню примерно 20-30% людей, меня это радует, потому что это удобно и надежно, если у вас он не заведен, можете выбрать его и зарегистрироваться в одно себе аккаунт. Приходят деньги мгновенно и соответственно автоматически сразу вам приходит заказ. Следующие способы оплаты вот эти вот, они полуавтоматические, то есть они требуют нашего присутствия нашего оператора. Нажимаете сюда выбрать, отъезжает экран вниз и здесь вы видите несколько способов оплаты. То есть карта Сбербанка, берете вот этот номер, это моя личная карта Сергея Юрьевича будет написана и на нее переводите денежку. После этого здесь внизу написана карта Сбербанка, последние четыре цифры вашей карты и оплачено. Так, я проверю сейчас, видно, видно. Вот, дальше значит следующее, Яндекс.Деньги вручную, то есть вот на этот кошелек также можно оплатить через связной, через Евросеть, то есть переписывать этот номерок, берете 1200, идете в связной Евросеть, без процентов туда кладете денежку, через оператора. Здесь нужно сохранить чек и потом этот чек нам прислать, если запросит оператора. Но в любом случае надо написать, что вы нам оплатили. То же касается Киви-кошелек, значит, можно оплачивать через терминалы и через Киви-кошелек оплачивать Казахстан. Ну, за вчерашний день у нас получилось, что был переполнен кошелек, мы его сейчас освободили, то есть он готов к приему платежей. WebMoney это те, кто ими пользуется, вы знаете, что это такое. То есть вот здесь внизу написаны кошельки, на которые переводить денежку. Также переводите и пишите. Ну, поскольку люди платят, я понимаю, что все, все понимают, как работает. Western Union MoneyGram это система быстрых денежных переводов, то есть для оплаты. В основном платят из Европы, из Америки, но для тех, у кого нет PayPal почему-то. То есть вот так тоже все это работает. При любых вопросах, если что-то непонятно, как оплачивать, как чего-то делать, ну, судя по этому звуку, кто-то оплачивает уже на Яндекс, на Сберкассу. Вот здесь внизу под баннером у нас есть e-mail адрес и два телефона. Вот первый верхний телефон это для звонков по России бесплатный и второй 8800 он будет подключен скорее всего завтра с утра, я надеюсь. Сейчас вот верхний работает. То есть вы, соответственно, когда вы оплатили, можете написать на ящик школы. у меня, в общем-то, предложение обязательно об этом написать, чтобы совершенно точно ваш заказ был подсчитан и, в общем-то, все прошло нормально. Так, вот Ольга пишет, оплатила вчерашний курс. Трам-бам-бам, Оля, вот сейчас вы написали e-mail, здесь заранее благодарю, вот это сообщение уйдет отсюда буквально в течение нескольких минут, я никогда не увижу. Поэтому, вот если я говорю, писать на адрес школу, вы, пожалуйста, делайте это. Если вам не ответили что-то, да, там, в течение нескольких часов, то вы, пожалуйста, еще раз напишите. Но сейчас у нас ночь наступает, сейчас никто не будет отвечать, а завтра с утра менеджер начнет работать с этими заказами. Вот. Всем большое спасибо сегодня. Так, следующий реальный мастер-класс по животному какой будет. Ну, вообще, я почитал ваши вопросы сегодня, меня очень порадовало теплое отношение вот аудитории к спикеру. Анна действительно уникальный человек, потому что, ну, обладать таким навыком потрясающим, при этом быть таким скромным человеком, это редкость, я считаю. То есть, очень интересно, очень много она старалась всем дать, но у меня мысль такая, что, скорее всего, мы пригласим и в следующий раз и, безусловно, предложим записать подробный большой видеокурс по какому-нибудь животному. Согласны со мной? Напишите, пожалуйста. То есть, у человека действительно огромнейший багаж знаний, то есть, она может делиться и делиться, но когда это вот кусочками-кусочками, то есть, это кажется, вот узнал, как глаз вклеивать, и все, сразу получились хорошие работы, потому что раньше ты даже не знал, как его вклеивать, получалась фигня. Мне кажется, что нужно идти шаг за шагом именно систематически изучать, саму систему, как человек подходит, как вот эти эскизы создает и так далее. Вот, да, много, да, согласна, спасибо большое. Вот это она тоже видит, это на будущее у нее будет такой стимул, то есть, создавать реально именно большой видеомастер-класс. А сейчас, я считаю, мы смогли предоставить минимальнейшую цену на вот этот мастер-класс по Зайке, то есть, ну, она сказала, что с Колобков надо начинать, но, наверное, с Колобков как-то совсем скучно начинать, а вот с Зайки начинать, это самое то, тем более, Зайка действительно потрясающий, вот, я поучаствовал в создании самого мастер-класса, поэтому сильно вот рекомендую этот обучающий продукт. Вот, ну, оплата иду, значит, все получается у вас. Про лошадок многие пишут, вам же, ну, как бы, Анна сравнивала свои работы и взгляд художников, говоря о том, что лошадь, это, ну, верх сложности, поэтому сначала делаем зайцев, потом перейдем к лошадкам. Слушай, а сегодня очень хорошая картинка, она шикарно видна. Да, я рада. Я имею в виду, что может сегодня Бяшу показать еще. Я вчера Бяшу показывал, было очень плохо видно, и я переживаю, что вы ее не видели, многие из вас. Но... Ты вообще очень нескромный, ты каждый... А я когда-то говорил, что я скромный. Ты каждый вечер пытаешься показать, какой ты валяльщик. Ты со мной, что когда живешь и думаешь, что я еще скромный, вот смотрите, я сейчас проверю, видно ли ее. Тыква. Это вот такая Бяша, это моя первая работа когда-нибудь. Я, может быть, стану крутым валяющиком и буду ее показывать. Но она сделана сразу на каркасе с разными волокнами и так далее. Но мне было проще, честно говоря, потому что у нас были несколько магазинов товаров для валяния, поэтому я знаю очень много всего. А, вот уже, оплатила и получила мастер-класс. Супер, значит, у нас все работает. Отлично. Нет, Бяша нехороший. Бяша – это девочка. Она очень обижается. И очень обижается ее автор. Потому что... Ну, там типичное женское лицо. Вот, друзья мои, ну что, я тоже хвастанулся, получил свою минуту славы. Анна, еще раз мы вас очень сильно благодарим за ваше выступление, за то, что нашли время подготовиться, нашли время у нас поучаствовать. И у тех, кто приобрел сегодня и приобретет в течение трех последующих дней по суперцене или потом по полному предложению, есть уникальная возможность, как сказала Анна, поучаствовать в конкурсе и получить ее миниатюрную работу в подарок победителю конкурса. Ну, это как бы очень шикарный стимул. Ну, это царский подарок, я бы сказал. Ну, такие вот у нас спикеры щедрые. Поэтому творите, обязательно высылайте Анне фотографии, потому что выбор победителя будет на основе фотографий, разумеется. Можно даже сделать, наверное, альбом в группе, да, в нашей и предложить туда потом поместить фотографии. Да, Анна, вы не против? Нет, не против. Ну, это было бы интересно, поскольку это было бы даже, может быть, общее такое вот мнение, скажем так. Ваше, безусловно, как профессионала, но люди бы видели. Просто люди хотят видеть. Я бы много. Вот. Ну что, Анне, еще раз большое спасибо и стоит, наверное, сказать, во-первых, ювелирно закончили ровно полтора часа, это вообще супер. Ну, если бы не вы, я бы сейчас не знаю. Я прекрасно знаю этот процесс. Мы пять часов как-то бывали в эфире, но ну, правда, мне кажется, лучше вот дать людям структурированную информацию тем, кому нужно, чем вот так вот отвечать кусочками-кусочками на повторяющиеся вопросы. Вот. Завалим студию зайцами. Ну, я считаю, это правильно. Вот. Нужно свалять именно зайку в рамках конкурса. Значит, ладно, в конкурсе участвуют те, кто покупает сегодня курсы. Тоже те, кто покупает. Да, то есть всем не нужно валять заек и так далее. То есть мы напишем, куда их присылать. Именно напишем вот по кругу покупателей. Вот. Ну что, наверное, нужно рассказать, что будет завтра. Что будет завтра. Да, мы предсказатели в своем роде. Завтра выступает человек, который также, ну, в моих глазах является, наверное, легендой русского, русскоязычного валяния. Завтра выступает Виктория Козырь. То есть люди, которые занимаются валянием давно, вдумчиво понимают, что вот есть, ну, вот какое-то тяпляп валяние типа бешеный, а есть вот именно красивые вещи, есть вещи с потрясающим вкусом, которые показывают на подиуме, которые просто очень приятно видеть, держать в руках. Вот. И завтра Виктория покажет нам очень-очень интересную также презентацию, очень полезный, интересный мастер-класс. И поэтому завтра мы вас всех ждем в 19 часов в этой же комнате. Но я так понимаю, что мы потихонечку втягиваемся в общую работу, то есть я вижу, что вы уже понимаете, как, чего у нас работает, понимаете, куда писать, чего спрашивать, это очень радует. То есть я знаю, что очень многие люди нас в первый раз видят на этом мероприятии. Мы провели достаточно много хороших, сильных фестивалей в кукольной теме, которая у нас такая более нам родная, наверное, но поскольку мы валянием также занимались именно как бизнесом, мы это очень любим, очень уважаем эту тему, очень уважаем авторов, которые в ней совершенствуются, бесконечно много трудятся, работают, потому что это не, ну вот это сразу, с разбегу, с набегу не получится, это мы прекрасно понимаем. И мы постарались собрать здесь самых-самых лучших, самых сильных авторов, вот практически всех, кто смог найти вот для этого хоть какое-то время, хотя сейчас очень такой занятый у всех период, осень, зима, подарки и так далее. Ну что, друзья мои, до завтра, ждем вас всех, бяшен на символ фестиваля, я хотел, но, блин, скромность врожденная, все-таки у меня немножко есть, я не стал это делать, хотя может быть и я. Ну все, счастливо, запись будет оставаться в этой комнате до 18 часов следующего дня, потом мы ее переместим на персональную страницу Анны, может быть даже раньше выложим, все зависит от конвертации, то есть такой технический процесс от нас не очень-то и зависящий. Все, всем пока-пока. Пока-пока, до завтра. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok